Мир, каким мы привыкли его видеть, ежедневно видоизменяется. Но это не проблема. Страшно другое. Комфортные условия для проживания человечества на планете не будут существовать вечно. Однажды всё, что мы любим и ценим, исчезнет навсегда. Точная дата гибели Земли, конечно, неизвестно. Но предположительно, спустя один миллиард лет температура, климат и прочие определяющие показатели станут для хрупких человеческих существ, что называется, несовместимыми с жизнью. Старт этому процессу уже дан. Он начался с момента рождения Солнца, которое неуклонно следует к собственной гибели. Но что случилось позже, когда на Земле появились мы? К чему пришли люди 21-го столетия? Казалось бы, потенциал цифровых технологий открывает бескрайние эволюционные возможности. Но в чести почему-то иные темы. На телевидении и в сети царит вакханалия бьюти и кухонных блогеров, щедро перемежающих примитивные сюжеты отборным матом и беззастенчиво зарабатывающих на рекламных контрактах. Не тратьте свое время на бесполезный шлак. Будущее уже наступило. Человечество создало массу удивительных вещей, которые будут осмысливаться не одно поколение. Оцифровка сознания, производство органов, биохакинг, умные города, беспилотные автомобили и искусственный интеллект, способный управлять нашей жизнью. Как в этом разобраться? Знакомьтесь, проводник в мир диджитал-технологий. Ведущий эксперт мирового цифрового сообщества профессор МГИМО Элина Сидоренко. Посмотрите видео, где подробно разбираются вопросы электронной трансформации и увлекательно повествуется о новейших технологических разработках. Воспользуйтесь горящим предложением от создателя трилогии «Крестный отец» Грея Фредриксона. И станьте сопродюсером его новой картины «Город-призрак». Всего за 40 минут вы измените традиционное представление о бизнесе и инвестициях. Грядущее на пороге, и оно ждет тебя. Ссылка на канал в описании. Что произойдет с Землей, если наша звезда превратится в более крупную и горячую? Спрогнозировать несложно. Средняя температура на планете значительно повысится, водоемы начнут понемногу испаряться, а когда светило достигнет возраста 6-8 миллиардов лет, Земля трансформируется во вторую Венеру. К счастью, человечество вполне осознает неотвратимую опасность и предпринимает попытки найти будущим поколениям новый дом. Какой объект выбрать для этой цели? Красный и пыльный Марс? Неизведанную планету, кружащуюся возле далекой звезды? Или у нас с вами существуют варианты получше? Они есть, но перед этим стоит вспомнить мудрую народную пословицу «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Вы удивлены? Спешим объяснить. Речь идет о Плутоне, том самом объекте, который в 2006 году с позором удалили из ряда планет Солнечной системы и лишили всех мыслимых регалий. Скорее всего, спустя миллиарды лет, когда наша звезда станет в сто раз больше, чем сейчас, а ее светимость многократно возрастет, именно Плутон превратится в комфортное место, пригодное для жизни изгнанного собственной планеты человечества. Метаморфоза нашей звездной системы вполне объяснима. Ведь вследствие увеличения светила зона Златовласки значительно сдвинется. Соответственно, заледеневшие небесные тела под толстым слоем льда, скрывающие обширные океаны, при потеплении, вызванном превращением Солнца в красного гиганта, неизбежно разморозятся. Поэтому Плутон наверняка станет нашим новым адресом прописки. К столь глобальному переезду следует тщательно подготовиться в техническом плане. Помимо возведения межпланетного корабля, людям придется научиться строить мобильные подводные колонии, чтобы жизнь на планете-океане стала приемлемой и, по возможности, комфортной. Но как мы сможем переселиться на карликовую планету в будущем, если человечество о ней практически ничего не знает? Плутон находится настолько далеко от Солнца, что даже представить чудовищное расстояние чрезвычайно сложно. От 4,4 миллиардов километров в Перигелии до 7,4 миллиардов в Афелии. Но столь значительная территориальная отдаленность не помешала людям рассмотреть космического малыша во всех подробностях. Этому способствовала реализация миссии «Новые горизонты», запущенная НАСА в январе 2006 года. Конечно, целью небольшого зонда стал Плутон и его верная Луна – Харон. Далее аппарат «Новые горизонты» должен погрузиться в поиск Койпера для исследования остальных малых объектов. Никто точно не предполагал, что именно ожидает зонд на сложнейшем пути. Но аппарат отлично справился с основным отрезком миссии. Зонд 9 дней наблюдал за Плутоном и прислал на Землю массу снимков высокого разрешения. Смотрим, что получилось. Долины и горные массивы, а также множество кратеров. Оказалось, что объект далеко не мёртв, как утверждалось до этого. Он геологически активен. На Плутоне фонтанируют действующие крио-вулканы. В небе планеты видны пять крошечных лун, кроме огромного Харона – Гидра, Стикс, Никто и Кербер. Наиболее таинственная область Плутона – его так называемое сердце. Имеется в виду большое светлое пятно площадью 2300 км, официально называемая областью Томба. Кстати, на борту «Новых горизонтов» помимо топлива и аппаратной начинки находится капсула с прахом учёного Клайда Томба, первооткрывателя Плутона, в честь которого и назвали сердце планеты. Это очень странное место. Здесь находится кратер, наполненный кристаллами азотного льда, обширная равнина спутника и две горных гряды. Но необычность области не в этом. Она настолько тяжёлая, что продавила кору Плутона и создала гравитационную аномалию. Похожего эффекта в своё время добилась тяжеловесная заледеневшая Гренландия. Безусловно, на данный момент колонизация Плутона представляется неосуществимым и абсурдным мероприятием. Судите сами. Круглогодичный адский холод, около минус 230 градусов. Год, длящийся два с половиной земных века. Эксцентричная орбита, которая то отбрасывает планету в ледяные объятия пояса Койпера, то подталкивает к Солнцу. К этому стоит добавить периодически исчезающую атмосферу и давление в 300 раз меньше, чем на Земле. Словом, нынешний Плутон – крайне негостеприимный мир. Но во что он может превратиться, когда Солнце в агонии начнёт увеличиваться и поглотит планеты земной группы? В первую очередь небесное тело сильно разогреется. Причём специалисты предполагают, что процесс может зайти далеко и достичь вполне комфортных для человека плюс 20 градусов. Правда, появится иная проблема. Летучие газы, до этого намертво застывшие, начнут стремительно покидать поверхность объекта, уменьшая массу планеты и превращая её в грандиозную невиданную доселе комету. Но гравитации Плутона, которая в 12 раз слабее земной, вероятнее всего удастся удержать худобедный атмосферный слой, который со временем предположительно усилится и станет толще. Хотя до показателей земного давления дело вряд ли дойдёт. Плюс переселения землян именно на Плутон состоит ещё и в том, что по предположениям астробиологов и согласно исследованиям зонда «Новые горизонты», запасов водяного льда на планете предостаточно. Поэтому при потеплении и таянии замёрзшего покрова Плутонианские океаны станут относительно благоприятной средой. Но существует один неприятный аспект. Плутон приютит человечество на смехотворно малый по вселенским меркам срок – не более миллиона лет. После агонизирующее солнце начнёт сжиматься до размеров невидимого чёрного карлика, а планета снова превратится в экстремальный кусок льда. Одно можно сказать наверняка – зонд «Новые горизонты» полностью оправдал своё название, открыв для землян обнадёживающие перспективы. Аппарат не останавливается на достигнутом. В начале сего года он обнаружил ближайшую соседку Плутона по поясу Койпера – Ультиму Тули, впоследствии названную новогодним снеговиком из-за необычной формы. Далее неугомонный зонд углубится в глобальное хранилище астероидов и пробудет там до тех пор, пока сигнал прекратит поступать на Землю. Некоторые разработчики считают, что это произойдёт не ранее 2037 года. Расскажите в комментариях, считаете ли вы Плутон следующим земным фрагментом? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok